Так Иоанн активно обличал далилейского правителя Ирода Антипу за его аморальное поведение, да и впрямь лукавый властитель открыто сожительствовал с женой своего брата Иродиадой, а между тем состоял в законном браке с дочерью аравийского царя Арефы. За свои яркие речи Иоанн был посажен в цареву темницу, однако в конец его уничтожить Ирод все же побаивался, ибо не хотел навлечь на себя убийством пророка гнев божий. Однако во время очередного пира, когда сам царь и все его гости были сильно, что называется, на взводе, хмельной Ирод уступил требованию коварной Соломеи, дочери своей любовницы, которая по маминому наущению потребовала головы Иоанна Предтечи. Злодейство свершилось, пророк был казнен. А теперь внимание! В 1913 году святейший правительствующий сенот установил в России праздник – День Трезвости. Дата была выбрана не случайно, ведь и приказ об отсечении главы пророка был отдан Иродом как раз в хмельном угаре. Понятно, что после октября 1917 года трезвая дата канула в лету. В этом июле действующий сенот принял решение о восстановлении старинного праздника, и отныне ежегодно, 11 сентября, в родном Отечестве вновь будет проходить Общецерковный День Трезвости. Так что, возвращаясь к началу программы, скажем, повод, конечно, есть, но он к тому, чтобы оставить пагубную привычку в прошлом и стать, наконец, человеком, одержавшим долгожданную победу над зеленым змеем. В этот день сегодня во всех храмах положено совершать особый чин молебна о страждущих недугом пьянства или наркомании, и в этот день мы молились за всех, кто нуждается в помощи, нуждается в поддержке, о тех людях, которые сами не могут справиться со своим недугом.